Здравствуйте! В эфире Люберецкого районного телевидения новости в студии Вадим Акентев. Сегодня, 12 февраля, свой день рождения отмечает московский зоопарк, который был создан в 1864 году. Теперь о том, что происходит в городе и районе, вначале коротко о главном. В администрации города состоялись общественные слушания по благоустройству придомовых территорий. На дорожные службы ложится дополнительная нагрузка из-за неустойчивой погоды. Сотрудники Люберецкого районного телевидения провели мастер-класс для учеников 16-й гимназии. В администрации города состоялись общественные слушания по благоустройству придомовых территорий. Встреча представителей администрации, управляющих компаний и общественных объединений с жителями города началась с отчета о проведенных работах в минувшем году и оглашения планов на 2016-й. Все в соответствии с законом Московской области о благоустройстве. Губернатором области Андрею Юрьевичу Воробьеву в прошлом 2015 году на основании этого закона было поручено ежегодно проводить комплексное благоустройство 10% дворовых территорий от общего количества жилого фонда. За 2015-й в Люберцах было благоустроено 66 дворов. В этом году работы пройдут в 58. Свои предложения и пожелания жители могут подать до 1 мая. Именно с этого числа начнутся работы. У администрации же к ним одна просьба – бережно относиться к общественному имуществу. У нас, к сожалению, вот даже там, где не успели завершить работы, не успели по актам приема-сдачи сдать объект, уже было столько вандальных действий, не говоря о том, что на одном из адресов была свастика на резинопокрытии. По новым правилам на придомовой территории обязательно должно быть 6 элементов. Зеленые насаждения, детские спортивные площадки, освещение, парковки, площадки для сбора мусора и информационные стенды. Яна Яковлева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. На одном из недавних совещаний глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий сказал, что неустойчивая погода, когда мороз меняется оттепелью, негативно отражается на дорожном покрытии. Асфальт буквально разрывает. В этой ситуации на дорожную службу ложится дополнительная нагрузка. В настоящий момент на улицах города, в местах, где в асфальтовом покрытии образовались выбоины, проводится ямочный ремонт. Заливка специальной горячей смеси не занимает много времени. Поэтому только за одну рабочую смену возможно охватить приличную территорию. По итогам 2015 года Люберецкий район вошёл в пятёрку лидеров рейтинга муниципальных образований по ремонту дорог. За счёт бюджетных средств было приведено в порядок 9 автомобильных дорог и 3000 квадратных метров тротуаров. Как заверил Владимир Ружицкий, в 2016 году эта работа продолжится. Отремонтированы будут ещё 9 городских автотрасс. Сотрудники Люберецкого районного телевидения провели мастер-класс для учеников 16-й гимназии. Наш корреспондент Наталья Григорьева рассказала ребятам, как искать героев при создании новостного сюжета. То, что, где, когда, как и почему – вот главные вопросы, на которые должен ответить журналист. Наталья Григорьева – молодой, но уже опытный корреспондент. Считает, что самое главное, чтобы ответы на эти вопросы интересовали телезрителей. Этого можно добиться, если подавать материал через проблему обычного человека. Через одного конкретного героя вы должны раскрыть свою тему. В информационном сюжете не может быть две проблемы. Слишком мало времени. Поэтому всё, что вы пишете, всё, что вы снимаете, должно работать на решение одной вашей проблемы. В построении сюжета поможет драматургическая кривая. Сначала знакомство с героем, развитие действия с нарастающим напряжением и кульминация. Кульминация вообще – это такой момент, когда два интереса про героеву проблемы столкнулись настолько, что вот уже дальше идти некуда. Это должно как-то разрешиться. После решения проблемы – развязка и финал. В теории схема довольно простая. Однако на практике нужно обладать профессиональными знаниями о том, как работать в кадре, писать текст и брать интервью. К концу занятия будущие телевизионщики всё усвоили. Надо проявлять активность, творчество и стараться не теряться перед камерой. Яна Яковлева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Далее в нашей программе рубрика «Свободный микрофон». Анна Троян узнала у люберчан, отмечают ли они День Святого Валентина и что дарит любимым в этот праздник. Считается, что праздник День Святого Валентина существует уже более 16 веков. В Россию же он попал сравнительно недавно. В этот день люблённые всего мира входят на свидания, дарят друг другу подарки и признаются друг другу в любви. А как отмечают этот день люберчане, узнаем прямо сейчас. Молодой человек, а вы отмечаете День Святого Валентина? Конечно, как и все. А что вы делаете в этот день? Поздравляю любимую. А что подарите? Конверт, цветы и, конечно, конфеты. Нет, не знаю, не отмечаю, не признаю. Потому что доброе, вечное через любовь – это не День Святого Валентина, а это вот наше православное. Вы же знаете праздник, наверное, Петра и Февронии. Вот это я понимаю, принимаю. А знаете ли праздник альтернативный в России существует? День Семьи, да. А вот его вы отмечаете? Нет. Ну, с мальчиком идём. Куда? Не знаю, пока это сюрприз, наверное. А куда бы ты хотела? Не знаю, в кафе какой-нибудь. В семье всегда почти отмечаем. Что этот день значит для вашей семьи? Значит, ну, не знаю, что. Как-то так приятно. Да, цветы от мужчин получим. Да, накроем вкусненький стол. Нет, слышала, что есть такой, но не наш праздник, как бы не отмечаю. Ну, это романтический поход в кафе или ресторан. А в этом году будете отмечать? Да, будем. С чем вы ассоциируете этот день? Ну, вы знаете, какой-то лёгкости, когда вот ощущение праздника. Вот, хочется что-то сделать для любимого человека. А что вы сделаете? Не знаю. Ну, подарю подарок, наверное, какой-то. Новый год отмечаем, день рождения отмечаем. Валентина ещё вроде не отмечают. Ну, уже не отмечаем, уже замужем, ребёнок, и как-то уже не до этого. Ну, как, кругу семьи. Что дарите? Ну, парфюмерия. А что ещё подарить? Ресторан, может быть, поездка по Москве. Любите ли вы этот день? Очень. Итак, опрос показал, что мнения люберчан разделились. День Святого Валентина знают практически все, но отмечать будет далеко не каждый. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, специально для рубрики «Свободный микрофон». В Центре культуры и семейного досуга Томилина состоялся творческий вечер, посвящённый великому русскому поэту, писателю и драматургу Александру Сергеевичу Пушкину. В начале встречи директор Центра Галина Пушкарь сделала небольшой доклад, в основу которого вошли интересные факты из биографии Пушкина. А затем участники Томилинской студии «Ренессанс» представили вниманию зрителей поэтическую композицию, составленную из стихов Александра Сергеевича. Для юных участников творческой студии подобное сольное выступление дебютное. Как говорит руководитель «Ренессанса» Ольга Иларионова, идея создания цикла вечеров, посвящённых творчеству русских классиков, принадлежит детям. И их вовсе не пугает, что творил Пушкин почти два века назад. Человеческие ценности, воспетые поэтом, не устаревают, а остаются актуальными и в современной жизни. То, что остаётся испокон века, это тот же самый разговор отцов и детей, это тот же самый момент первой любви. Я кажется, что здесь это тоже, но только это переносится на современный язык, но мне кажется, чтобы это не было как-то, может быть, пошло, вульгарно, вот этих рамок надо избегать, а так можно очень сильно заиграться. В завершении поэтического вечера перед его участниками и зрителями выступила солистка Тамиринского центра культуры Ольга Герасимова, которая исполнила несколько романцев на стихи великого поэта. Ольга Щевелёва, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. На этом наш информационный выпуск завершён. Я, Вадим Акентев, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!